В этом аппарате выращиваются растительноядные виды рыб. Белый амур, белый толстолобик. Один аппарат вмещает в себя около миллиона личинок. Именно вот так выглядит роддом для рыб. Сегодня уже все готово, чтобы в следующем месяце в инкубационный цех поместить икру белого амура, толстолобика и сазана. Выращенных там мальков потом выпустят в пруд, где они будут набирать вес. Когда рыба достигнет 25 граммов, ее можно будет отправлять в большую воду. Так сегодня в Бисокском нерестовом хозяйстве пытаются воспроизвести популяцию промысловой рыбы. Например, в этом году собираются выпустить в лиманы около 600 тысяч мальков сазана. Рассказывают главе региона Вениамину Кондратьеву. В разы больше в планах вырастить тарани. Госзадание у нас совпадает полностью с нашими площадями, которые мы используем в своей хозяйственной деятельности. Можем вырастить. Вот это количество 5 миллиардов 270 миллионов, оно у нас... Вот это, по локе, еще если вы максимально выполняете госзадание, и от вас рыба выходит уже непосредственно в сторону Азовского моря, то выходит, она туда не доходит, что ли? Получается, что так. Значит, мы должны сегодня найти ответ на вопрос, почему ее нет. Да куда она девается? Совершенно верно. Знаете, и какой есть фактор, человеческий ли фактор, объективный фактор, и еще, что мы можем там будем обсуждать. Но мне важно сегодня это понимать, потому что мы два года назад обсуждали, вроде какие-то наметили мероприятия. Ну, толку они не дали. Промысловый запас тарани на Кубани за пять лет сократился практически в два раза, а пеленгаса стало меньше в шесть раз. Одна из причин уменьшения популяции рыбы – загрязнение водных каналов, по которым рыба идет на нерест. Сегодня 100 тысяч гектаров площадей всех лиманов нуждается в расчистке. Ну, еще надо обратить внимание на сами нерестилища, на сами нерестовые водоемы. Вот, допустим, в настоящее время в природе уже нету естественных нерестилищ для осетровых. Но стараний судак еще есть нерестовые места. Что для этого нужно сделать? Для этого надо их поддерживать. Так, чистить для начала. Чистить, да. Миллиоративные работы. Ну, вот он говорит простые прописные истины. Для нас они как бы сложны в понимании или сложны в исполнении. Но то или другое явно не способствует тому, чтобы рыба у нас все-таки снова появилась. Конкретные должны быть механизмы, которые должны просто реализовываться. Они несложны. Вот я его слушаю, они несложны. Просто сила воли нужна. Воли нужна и характер. Чтобы сегодня где-то самим отказаться, что для СЭБы. А дать возможность нашим последующим поколениям тоже рыбу в Азове ловить. Но куда больше урон приносит незаконный вылов рыбы. Об этом речь идет уже на краевом совбезе. На совещании собрался весьма внушительный состав правоохранителей. Ведь браконьерство достигло уже беспрецедентного масштаба, заявляет Вениамин Кондратьев. В Лиманах край уже практически исчезли судак и тарань. Не говоря уже об Осетре и Севрюге. А на прилавках края до сих пор рыба, волов которой на Кубани запретили еще три года назад. На рынках сегодня можно купить и судака, и рака. И чтобы продавец не говорил, что там откуда-то они за Астрахани. Тучок говорит. Но в основном, еще раз подчеркиваю, это наш судак. Надо посмотреть условия, которые способствуют тому, что такое необузданное браконьерство рассвело. Вот условия, вот тут надо понимать. Значит, надо бить и по сбыту, в первую очередь. Это сельская местность. И прокуроры, и судьи, и полицейские, и глава администрации, и все ходят практически одними дорогами. Они знают, что, где делается. Ну, знают. Если мы не будем все вместе бороться и сплотимся вокруг вот этого положения сегодня, чтобы его искоренить, ничего не будет. Ничего не произойдет. Хоть еще раз сто мероприятий и тысячу мероприятий мы сегодня запланируем. Ничего не будет толку никакого. Ситуация просто так дальше подлажаться не может. И на самом деле только от нас. Зависит, насколько мы сможем ее решить. Основной вылов на Кубани сегодня – это килька, бычок и хамса. Но если срочно не принять никаких мер, то и эта рыба может исчезнуть с прилавков магазинов и рынков. Для нас это особо ценный ресурс. Общий вылов этой рыбы составляет 50% от общего вылова, общего промысла. И мы видим, что одна из причин – неконтролируемый сброс выловленной рыбы после ее сортировки на судах рыбоперерабатывающих организаций. Вот мы видим, как у нас суда начинают добычу, сортируют. Ту мелкую, которая не подходит по калибру, просто взбрасывают в море, а крупную закладывают в тремя. Соответственно, недобор уже по 2018 году идет 25% по вылову именно хамсы. Если так это будет дальше продолжаться, то в 2019 году мы получим цифру ноль. Вылов рыбы по всему краю сегодня контролируют всего около 30 инспекторов. Этого количества человек явно недостаточно, замечает губернатор. За промыслом вводных биоресурсов следят пограничные службы. К решению проблемы подключилась и прокуратура. Работа-то ведется. На самом деле нет у нас бездельников или нет тех, кто вообще ничем не занимается. Но проблема настолько сложна, что не решить ее с наскоку. Необходимы те обязанности и те возможности реализовать, которые есть сегодня в полномочиях. Это и ГИМС касается, это и касается контролирующих органов. Наверное, на второй полугодии мы запланируем проверку проведения. По данному вопросу, потому что он уже действительно вышел за рамки того, что возможно сегодня сдержать. Восстановить промысловые запасы рыбы еще возможно, только если навести порядок в отрасли и комплексно подойти к решению вопроса. Например, ограничить перевозку рыбы по стране без разрешающих документов. С этой инициативы край уже вышел на федеральный уровень. Кроме того, необходимо рассмотреть повышение штрафов за незаконный вылов. А в регионе создать отдельное ведомство, которое будет отвечать за охрану водных биоресурсов. Нам нужен тот орган один на всех, который всех и соединит, соберет и обеспечит межведомственное взаимодействие. Абсолютно верно. Поручение протокола внести, что Андрею Николаевичу Коробкову проработать вопрос и подготовить предложение по созданию краевого госучреждения. В противном случае мы таки будем бегать за каждым ведомством, а спросить будет нескому. С предложением придать полномочия краю по контролю за выловом рыбы уже в ближайшее время планируют выйти на федеральный уровень, чтобы стало возможно и наладить взаимодействие между ведомствами и увеличить количество человек, патрулирующих лиманы и реки края. По мнению Венина Кондратьева, сегодня необходимо принимать срочные и жесткие меры в борьбе с браконьерством, чтобы знаменитая Кубанская Тарань и Леосетр остались не только на картинках, в энциклопедиях или экспонатах на выставке. Елена Касабова, Мария Крошная, Денис Москаленко, Алексей Комаров. Кубань-24. Приморско-Ахтарский район. Приморско-Ахтарский район.